Заболеваемость встала на плановые рельсы. Ситуация с коронавирусом в Калмыкии стабильная, рассказал в ходе прямого эфира глава Калмыцкого Минздрава Юрий Кикенов. К трем действующим лабораториям для исследования COVID-19 подключилась платная лаборатория. В ней проведено 180 анализов и выявлено 13 положительных результатов. Всего из 530 проведенных тестов за последние сутки выявлен 41 положительный случай. На сегодняшний день у нас из всех тестов за последние дни 10 выявляется порядка 7% положительных результатов. То есть ситуация остается стабильная, то есть мы находимся на так называемом плато, когда можно говорить о стабилизации. Также подтверждаются данные, которые мы озвучивали и ранее вместе с Джангер Николаевичем, то что прирост у нас сейчас идет в основном в районах. У нас по-прежнему лидирует Черноземецкий район, второй по значимости это у нас район Яшалтинский. Также есть заболеваемость в Киченеровском районе, в Яшкульском районе зарегистрированы случаи заболевания. Поэтому пока существенно ничего не меняется. Количество растет, но пропорция по районам сохраняется в принципе прежняя. Относительно чистые районы, в которых нет особой заболеваемости, это у нас Юстинский, Октябрьский, Малодербетовский районы, Логанские районы, Приютницкий район. Там минимальное количество заболевших и именно там мы планируем в первую очередь открывать плановую медицинскую помощь. В городе ситуация стабилизировалась и серьезного потока пациентов, каких-то новых очагов у нас не выявляется. К сожалению, надо отметить, что мы потеряли еще двух пациентов, а теперь у нас умерших 13. Умирают люди пожилого старческого возраста с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Поэтому, несмотря на ограничения мер, на снятие ограничений, нужно в обязательном порядке, как неоднократно говорили, следить за своими стариками. По словам министра, на базе ВИЧ-центра планируют открыть еще одну лабораторию для выявления коронавирусной инфекции. Кроме того, на этой неделе с помощью закупленных регионом тест-систем начнется массовая проверка медицинских работников, представителей силовых структур, работников ЖКХ, сотрудников дошкольных учреждений и пенсионеров старше 65 лет. Это позволит сформировать понимание, есть ли в регионе коллективный иммунитет. Всего будет исследовано порядка 40 тысяч населения. Также мы планируем запустить еще одну ПЦР-лабораторию к концу этой недели. На базе ВИЧ-центра нашего будет работать не одна, а две лаборатории ПЦР и количество ПЦР-исследований. Я думаю, что мы доведем где-то до 600-700 исследований в сутки. Это также необходимость для того, чтобы запустить в нормальную работу и экономику, и в медицинские учреждения в первую очередь. Сейчас мы планируем с 1 июня открывать часть больниц для планового приема и для того, чтобы и персонал, и пациенты чувствовали себя спокойно, находясь на плановом лечении. Перед поступлением всех пациентов в плановом порядке мы будем обследовать наличие или отсутствие коронавирусной инфекции, чтобы избежать заноса в инфекции в лечебные учреждения. Поэтому с удовлетворением должен отметить, что нам все-таки удалось нарастить мощности по диагностике и охват тестированием на наличие иммунитета населения, которые мы проведем, позволят нам сделать анализ в плане того, что есть или нет у нас в обществе иммунная прослойка. Если эта иммунная прослойка у нас существует, то есть определенное количество граждан нашей республики перенесло коронавирус в скрытой форме, сами того не подозревая и получили иммунитет, тогда с большей долей степени уверенности мы сможем смотреть на осень этого года. То есть ожидать нам второго скачка эпидемии или не ожидать. В первой декаде июня в Калмыкии будет запущена линия по пошиву одноразовых масок. Проектная мощность производства составит 200 тысяч штук в сутки. Технологическое оборудование уже приобретено. В настоящее время оформляются сертификаты и другие разрешительные документы на право реализации. Другой инвестор, но уже за территорией Калмыкии, рассматривает вопрос о запуске в регионе технологической линии по производству 100 тысяч в сутки защитных изделий, а также респираторов и противочумных защитных костюмов. Напомню, ношение в регионе масок в общественных местах теперь стало обязательным. 25 мая около 20 часов вечера на территории Киченеровского района на 187-м километре автодороги Р-22 Каспий произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной версии, 26-летний житель республики Ингушетия, управляя автомобилем «Шевроле Клан», не справился с управлением. В результате ДТП от полученных ранений на месте происшествия скончались водитель и пассажир автомобиля, ребенок 2017 года рождения. Второй пассажир – жительница республики Ингушетия, 1994 года рождения, с ранениями, доставлена в медицинское учреждение. По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка. В теплый период участили случаи укусов с сезонными клещами. За прошедшую неделю за помощью обратились 10 жителей Элисты. Зарегистрирован первый случай заражения Конго-Крымской геморрагической лихорадкой. Да, у нас зарегистрирован на вчера первый больной КГЛ. Это парень, 16 лет, житель Ешелкинского района, принимающий, ухаживающий за сельхозживотными. Это на частном подворье. На сегодняшний день он находится на госпитализации в инфекционном госпитале. Поэтому, уважаемые жители, хотел бы также обратиться, соблюдать меры профилактики. В этом году у нас отмечается сдвиг заболеваемости. Все-таки вот этот режим самоизоляции показывает, что если люди будут предохраняться, не выходить в природные чаги, то у нас заболеваемость будет протекать спокойно. Если мы за прошлые годы начинали регистрировать заболеваемость Конго-Крымской геморрагической лихорадкой, начиная с апреля, пик приходился на май. То есть на сегодня вы заметили, что первый больной у нас появился только в конце мая. А это говорит о том, о снижении социальных контактов. Всего, по данным Роспотребнадзора, в республике зарегистрировано свыше 60 случаев укусов клещей. Почти половина из них коснулась детей до 14 лет. Это говорит о том, что все-таки режим самоизоляции нарушается в основном подростками. Поэтому, уважаемые родители, обратите внимание на своих детей. Все-таки, конечно, тяжело детям запретить выходить за пределы двора, но, по крайней мере, какой-то внешний осмотр на наличие клеща, опрос нужно проводить. В ведомстве отмечают, что укусы получены на закрытых либо отдаленных участках. Общественные и городские территории подвергаются регулярной противоклещевой обработке с предварительным выкосом травы. Основным источником распространения клещей являются пернаты и семейства Грачевых. Вороньи стаи не только переносят опасных насекомых, но и хранят их от сезона к сезону в своих гнездах. В школах Элисты прозвенел последний звонок. Учреждения общего образования включились во всероссийскую онлайн-акцию. В удаленном формате выпускников поздравили глава Калмыкии Батухасиков, руководители Элистинской администрации и директора школ. 9-е и 10-е классы продолжают учебу до 29 мая. 4 июня аттестаты получат девятиклассники, 11 июня документ об общем полном образовании получат 774 элистинских выпускника. 82 из них – особого образца. А 1 сентября в Элисте за парты сядут около полутора тысяч юных школьников. Кроме того, по информации пресс-службы города, с окончанием нерабочих дней 7 июня управление образования столицы готовится открыть детские сады. Главное требование к дошкольным учреждениям – исполнение всех необходимых мероприятий Роспотребнадзора в условиях распространения COVID-19. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова